Деяние апостолов, глава двадцать пятая И на другой день, сев на судейское место, повелел привезти Павла. Когда он явился, стали кругом пришедшие из Иерусалима иудеи, принося на Павла многие и тяжкие обвинения, которых не могли доказать. Он же в оправдание свое сказал, я не сделал никакого преступления, ни против закона иудейского, ни против храма, ни против кесаря. Фест, желая сделать угождение иудеям, сказал в ответ Павлу, хочешь ли идти в Иерусалим, чтобы я там судил тебя в этом? Павел сказал, я стою перед судом кесаревым, где мне и следует быть судиму. Иудеев я ничем не обидел, как и ты хорошо знаешь. Ибо если я не прав и сделал что-нибудь достойное смерти, то не отрекаюсь умереть. А если ничего того нет, в чем сии обвиняют меня, то никто не может выдать меня им. Требую суда кесарева. Тогда Фест, поговорив с советом, отвечал, ты потребовал суда кесарева? К кесарю и отправишься. Через несколько дней царь Агриппа и Вереника прибыли в кесарию поздравить Феста. И как они провели там много дней, то Фест предложил царю дело Павлова, говоря, здесь есть человек, оставленный Феликсом в узах, на которого в бытность мою в Иерусалиме с жалобой явились первосвященники и старейшины иудейские, требуя его осуждения. Я отвечал им, что у римлян нет обыкновения выдавать какого-нибудь человека на смерть, прежде нежели обвиняемый будет иметь обвинителей на лицо и получит свободу защищаться против обвинения. Когда же они пришли сюда, то без всякого отлагательства на другой же день сел я на судейское место и повелел привезти того человека. Обступившие его обвинители не представили ни одного из обвинений, какие я предполагал, но они имели некоторые споры с ним об их богопочитании и о каком-то Иисусе умершем, о котором Павел утверждал, что он жив. Затрудняясь в решении этого вопроса, я сказал, хочет ли он идти в Иерусалим и там быть судимым в этом. Но как Павел потребовал, чтобы он оставлен был на рассмотрение Августова, то я велел содержать его под стражей до тех пор, как пошлю его к Кесарю. А Гриппа же сказал Фесту, хотел бы и я послушать этого человека. Завтра же отвечал тот, услышишь его. На другой день, когда Агриппа и Вереника пришли с великой пышностью и вошли в судебную палату с тысяченачальниками и знатнейшими гражданами, по приказанию Феста приведен был Павел. И сказал Фест, царь Агриппа и все присутствующие с нами мужи, вы видите того, против которого все множество иудеев приступали ко мне в Иерусалиме и здесь, и кричали, что ему не должно более жить. Но я нашел, что он не сделал ничего достойного смерти, а как он сам потребовал суда у Августа, то я решился послать его к нему. Я не имею ничего верного написать о нем государю. Посему привел его пред вас и особенно пред тебя, царя Гриппа, дабы по рассмотрении было мне что написать, ибо мне кажется нерассудительно послать узника и не показать обвинений на него. Субтитры создавал DimaTorzok